2 февраля с рабочим визитом губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Санковский округ. По итогам поездки глава региона определил приоритетные направления в работе. Это продолжение ремонта дорог, газификации, оснащение учреждений здравоохранения и образования. Тему продолжит наш корреспондент. Начался визит с возложения цветов к обелиску славы, вечная слава, павшим за родину. После глава региона отправился в Дом культуры. В прошлом году здесь при поддержке из областного бюджета провели ремонт и приобрели новое оборудование. Как рассказал руководитель учреждения Илья Наумов, в кружках и студиях занимаются люди разных возрастов. Самому младшему участнику 3 года, самому старшему 79 лет. За последние два года Дом культуры превратился полностью в капитальный ремонт зрительного зала. Отремонтировали не только концертный зал, но и другие малый зал, танцевальный зал, есть библиотеки, есть музеи, музыкальная школа. Дом культуры в Санково это, конечно же, центр. Следующим пунктом программы посещения губернатора стал детский сад «Березка», рассчитанный на 50 мест. Дошкольные учреждения посещают 42 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Недавно в саду отремонтировали фасад, кровлю, систему отопления, вода и электроснабжения. Провели косметический ремонт, заменили окна. Кроме того, закупили новое уличное и игровое оборудование. Губернатор поручил доработать детские площадки, обновить ограждение и систему вентиляции. Когда вырастите? Я пожарный. А ты? Тоже пожарный? Еще одним пунктом рабочего визита стала Санковская центральная больница. Игорь Руденя передал учреждению новый электрокардиограф. Глава региона поручил Минздраву приобрести для больницы современный маммограф, рентгеновский аппарат, а также предусмотреть ремонтные работы в помещениях больницы, обновить мебель в лаборатории. Кроме того, Игорь Руденя побывал в подразделении скорой медицинской помощи в Санково. Затем делегация направилась в местный аптечный пункт. В поселке действуют две такие муниципальные аптеки. В том числе здесь осуществляется выдача лекарств по льготным рецептам. Аптечной деятельностью мы занимаемся с 2005 года, а с августа 2019 занимаемся отпуском льготных лекарственных препаратов. За 2022 год мы отпустили больше чем на 5 миллионов лекарственных препаратов по льготным рецептам. Губернатор Игорь Руденя побывал в одном из домов, подключенных к газу в деревне Горка. В сентябре этого года была завершена прокладка внутрипоселковых газовых сетей непосредственно в деревне. А 14 декабря состоялся пуск голубого топлива по внутрипоселковым сетям. Возможность подключиться к газу предоставлена более 200 жителям деревни. В числе первых стал дом семьи Романовых. По мнению Евгения Романова, газификация будет способствовать развитию территории, привлечению инвесторов и новых жителей. Привлекая людей, которых не хватало все время, а все спрашивали, а есть газ или нет. Газа нету, не поедем. И вот много времени понадобилось на то, чтобы мы пришли к сегодняшнему дню. В области начались активные работы повсеместные. И Санковский, и Молоковский, и Краснохолмский. И как бы везде копает, везде это, конечно, радует. Подводя итоги рабочей поездки в Санковский округ, Игорь Руденя в целом отметил позитивные изменения, связанные с общим развитием территории. Район сейчас получил новое дыхание в газификации, в инфраструктуре. Завершена кампания по дорожным работам была в прошлом году. Важно, что сегодня мы видим уже новые задачи, которые перед нами стоят. Это ремонт дорог уже внутри района на подъезде к предприятиям. Сегодня посетили сельхозпредприятия «Красный октябрь». Коллектив высказал ряд пожеланий. Будем вместе с ними их реализовывать. В частности, речь шла о привлечении сотрудников на предприятия, финансовой поддержке молодых специалистов, господдержке отрасли АПК, расширении рынка сбыта продукции. Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз «Красный октябрь» расположен в селе Белянице Санковского муниципального округа. Председателем его на протяжении 65 лет является один из самых опытных руководителей отрасли, герой социалистического труда Юрий Иванов. В свою очередь, региональные власти готовы и дальше продолжать развивать Санковский округ, чтобы эта территория стала более привлекательной для жителей и инвесторов.